Здравствуйте друзья. В очередной раз героем обзора становится продукт бренда Acara. И в этот раз речь пойдет о так называемом шлюзе, устройстве предназначенном для связки сетей передачи данных Wi-Fi и Zigbee 3.0. Основная его роль это управление и получение данных от различных датчиков, сенсоров, выключателей, розеток и остальных гаджетов оснащенных Zigbee модулем. Модель ZHVG16LM. Интерфейсы. Wi-Fi EEE 802.11.2.4 ГГц. Zigbee 3.0. Питание USB-A 5 Вольт до полуампера. Размер 108 на 30 на 8 мм. Поставляется устройство в небольшой аккуратной картонной коробке. Большая часть надписи, кроме названия бренда, модели, интерфейса и цифр, написана иероглифами. На задней стороне перечень параметров, которые я проговорил, и указание на совместимость системой управления Mi Home и интеграция в Apple HomeKit. Комплект поставки очень лаконичен, тут только сам шлюз и небольшая инструкция полностью на китайском. Хотя Google переводчик в режиме камеры отлично с этим справляется. Внешнее устройство мне сразу напомнило вышедший несколько лет назад повторитель для Wi-Fi сети Xiaomi. Плоский белый корпус, поворачивающийся на 210 градусов USB разъем. На одной из сторон находится наклейка с QR и цифровым кодом для сопряжения с Apple HomeKit. На этой же стороне продублирован номер модели и параметры питания. Как я уже сказал, в качестве разъема питания тут использован стандартный разъем USB-A. Его можно включить в зарядку, удлинитель с USB портами и тому подобные устройства. Требования к мощности тут весьма скромные, а поворотный механизм поможет подобрать оптимальное положение. С противоположной от USB разъема в стороне находится единственная кнопка и светодиод активности. Согласно инструкции, если ее удерживать 10 секунд, то сбросятся сетевые настройки, а если нажать 10 раз, то будет полный сброс в заводские настройки. Чуть далее я покажу еще одно ее применение. Фактическое потребление электроэнергии при нормальной работе чуть менее 1 Вт. При старте и режиме сопряжения иногда доходит до отметки в 1 Вт. Логическую часть начнем с системы управления заявленной производителем Mi Home. После подключения к источнику питания, светодиод стика начинает мерцать желтым, это режим сопряжения. Переключаем смартфон в режим 2.4 ГГц и запускаем Mi Home, который обнаруживает новое устройство. Далее происходит обмен данными, в шлюз отправляются параметры домашней Wi-Fi сети, он перегружается и подключается к ней. К слову, в ходе тестов я повторял этот процесс раз в 5, каждый раз все проходило идеально. Зачем я это уточнил, будет понятно дальше. И в конце подключения три стандартных шага. Необходимо указать локацию размещения, при желании изменить имя устройства и, тоже при желании, дать доступ к устройству для других аккаунтов. Так выглядит плагин шлюза. Пока тут нет ни одного подключенного устройства. Внизу единственная кнопка добавить. Меню настроек по большей части стандартно, мне сразу прилетело обновление прошивки. По нестандартным опциям сейчас пройдемся. Опция найти устройство видимо для тех, у кого несколько шлюзов. При включении, тот шлюз к которому относится плагин, начнет мигать светодиодом зеленым цветом. Еще одна опция Wi-Fi повторитель, так что сходство о котором я упомянул вначале не просто так. При ее включении, шлюз создают свою сеть, название и пароль, которые настраиваются. Может пригодится для покрытия тех зон, до которых не добивает основной роутер. Перейдем к добавлению устройств. Есть два пути. Первый через приложение. Нужно запустить плагин устройства. Далее внизу нажать кнопку добавить, после чего откроется список поддерживаемых устройств. Далее, следуя подсказкам мастера подключения, нужно активировать режим сопряжения на подключаемом устройстве и дождаться его добавления. Как видно на правом слайде, тут в том числе поддерживаются и Zigbee 3.0 устройства такие как серия Acara T1. Второй путь ручной. Нужно трижды нажать на кнопку шлюза, после чего диод начнет мерцать желтым. После этого включаем сопряжение на устройстве. Ждем пока шлюз его подключит и вернется в стандартный режим работы. После тестирования в Mi Home я перешел к родной системе производителя Acara Home. Вначале все шло гладко, шлюз нашелся в списке поддерживаемых устройств. У меня кстати тут как и в Mi Home установлен регион Китай. Мастер подключения уточнил находится ли шлюз в режиме сопряжения, мерцает желтый диод. После подтверждения нашел его и вывел в виде строки для подключения. А вот следующий шаг оказался необычным, по крайней мере в Acara Home я такого раньше не встречал. Мне было предложено вручную подключиться к стартовой сети шлюза. Ну надо так надо, сеть была доступна в сетевом окружении, без пароля. Подключился и вернулся обратно в приложение, которое подтвердило успешное подключение к устройству. Было предложено выбрать сеть в диапазоне 2.4 ГГц, 5 ГГц тут не поддерживается. Далее пришлось ждать несколько минут, после чего было выдано сообщение об ошибке. Шлюз при этом продолжал мерцать желтым. Я повторял попытки подключения много раз, результат был один и тот же. При этом, когда я снова подключался к Mi Home, поэтому я упоминал о повторении процесса подключения, шлюз каждый раз с первой попытки залетал в систему. Я просто так не сдаюсь и попробовал все повторить в iOS версии Acara Home. Хотелось разобраться это проблема Android версии, или все же шлюз не работает в этой системе. Тут устройство тоже нашлось в списке поддерживаемых, а мастер подключения сразу решил добавить его мостом в Apple HomeKit. Выбора у меня особенно не было, HomeKit так HomeKit. Вопросы те же что и на Android версии, убедиться в том что на шлюзе мерцает диод желтым цветом, а управляющее устройство в моем случае iPad подключен к сети 2.4 ГГц. Далее запускается сканер QR кода, которым необходимо считать наклейку на шлюзе. К слову говоря, я пробовал добавить его и вручную вводя цифры. Шлюза познается как мост, далее следует многообещающая пауза, в ходе которой, о чудо, шлюз начинает мерцать синим вместо желтого, что поначалу меня здорово приободрило. Но и тут неудача, устройство не подключается. Диод шлюза померцав синим начинает светить белым, хотя в нормальной работе должен светить синим. В сетевом окружении роутера его нет. Попытки подключить его через iOS я тоже делал несколько раз, причем в течение нескольких дней, результата нет. С мехом на iOS тоже нет проблем, шлюз подключается корректно с первой попытки без сюрпризов. В официальной версии, которая тут установлена, на андроид у меня версия скопиба.ру, меню настроек частично на китайском. В остальном все аналогично андроид версии, с учетом того, что в официальной версии приложения, часть устройств, которые поддерживаются пусть и частично в локализованной версии, не работают. Отображаются просто строчкой, нажатие на которую ни к чему не приводит. Mi Home позволяет интегрировать шлюз в Apple HomeKit. Мастер подключения можно запустить и отсюда, и из приложения дом, разницы нет. Устройство отображается корректно, как мост. Только в отличие от Akara Home, подключение проходит нормально и быстро, без сюрпризов. Из чего я делаю вывод, что проблема заключается, как раз в передаче данных о сети, из приложения на шлюз. Главным минусом является то, что Mi Home значительно менее функциональнее, в плане интеграции с HomeKit, чем Akara Home, особенно если говорить о работе новых устройств от Akara. В какой-то мере продемонстрировать это можно на примере работы с Home Assistant, который тоже умеет работать через этот протокол. Интеграция HomeKit Controller автоматически обнаруживает в сети совместимое устройство и предлагает его настроить. Для этого нужно вручную набрать цифровой код с наклейки на шлюзе. После чего он добавился как новое устройство в системе. Никаких дополнительных сущностей у него тут нет. Теоретически тут мог бы быть переключатель для режима добавления устройств. Но это не критично, так как добавлять устройство можно и из мехом и вручную, трижды нажимая на кнопку. Почти сразу после добавления, они появляются в этой интеграции, так как она работает локально, что поначалу тоже здорово воодушевило. Но по факту, практического применения такому подключению я не нашел. Часть устройств, например беспроводные выключатели кнопки Akara, показали только уровень заряда батарейки и то неизвестно насколько корректно. Новые датчики движения и климата из серии T1 отображали больше данных, но тоже бесполезно. Сенсор движения ничего не регистрировал, все время находился в этом состоянии. Температура и влажность отображались нулями. На этом я буду заканчивать свой обзор. Впечатления от шлюза Akara E1 оказались сильно подпорщенными его неработоспособностью в родном приложении, где в принципе можно было как-то обосновать необходимость его покупки. Что касается Mi Home, то лучше немного доплатить и купить Xiaomi Gateway 3, который гораздо более функциональней, тоже работает с ZigBee 3.0, кроме этого имеет bluetooth межинтерфейс и отлично пробрасывается в Home Assistant. На этом все, надеюсь что видео было вам полезным и интересным. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на устройства по тематике умного дома. Ссылку ищите в описании под видео. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok